Снова. Я очень рад и взволнован начать эту новую серию проповедей «Живи готовым» вместе с вами этим прекрасным утром. Я искренне верю, что в ближайшие несколько недель мы вместе откроем то, что я считаю Ахиллесовой пятой возрожденных людей Божьих на планете Земля сегодня. Слишком много новосозданных людей Божьих не живут готовыми жизнями и упускают так много возможностей, что завет веры может предложить каждому из нас. Это Ахиллесова пята, возрожденных людей на Земле сегодня. Они не живут готовыми. Когда мы говорим о жизни готовыми, это не просто готовность ко второму пришествию Господа. Есть больше. Есть больше в этом. И я верю, что это то, что удерживает так много людей, так много возрожденных людей от того, что завет веры может предложить каждому, каждому индивидуально. Друзья, жить готовыми – это заповедь от Иисуса. Иисус повелевает нам, своему народу, жить готовыми жизнями. И если вы не живете готовой жизнью, есть последствия для такого типа жизни. Есть последствия за то, что не живешь готовыми жизнями, как верующие. В Евангелии от Луки, глава 12, стих 35, у вас есть Библия, следуйте за мной. Я читаю из перевода страсти. Там сказано следующее. Будьте готовы к действию в любой момент. Будьте как слуги, ожидающие возвращения своего Господина с брачного торжества. Они готовы в любой момент открыть замок и распахнуть дверь для него. Вы действительно живете готовой жизнью. Потому что, когда мы читаем это, мы сосредотачиваемся на пришествии Иисуса. Готов ли я к Его второму пришествию? Это очень важно, потому что Он упоминает это здесь. Но есть гораздо больше. Есть гораздо больше для нас, как возрожденных верующих. В этом отрывке Писания. Итак, здесь Иисус говорит, «Будьте готовы к действию в любой момент». Я хочу, чтобы вы поняли, что когда речь идет о готовности, одним из ключевых моментов является действие. Бог хочет, чтобы вы были готовы к действию, готовы ответить, готовы к послушанию, готовы действовать, готовы идти в любой момент. Он говорит, как слуги, ожидающие возвращения своего Господина. «Будьте готовы в любой момент открыть и распахнуть дверь для него». Я упомянул вам вначале, что Ахиллесова, пятого возрожденного верующего, в том, что мы не живем готовыми жизнями. И из-за этого мы упускаем все обещания, завета веры. Многие люди проходят жизнь, возрожденные, духовные, в великих церквях, и не живут в явных благословениях обещаний завета веры. Почему? Я могу сказать вам, потому что большинство не живет готовыми жизнями. Жизнь готовности связана с подготовленностью. Это жизнь, которая характеризуется действием, а не просто согреванием, приходом в церковь по воскресеньям, и на этом все. Нет, есть действие. Бог говорит вам в проповеди. Вы сразу же действуете в течение недели. Готовая жизнь, жизнь готовности, имеет характеристику предвкушения, ожидания, ожидания, что хорошие вещи произойдут со мной. Это связано с открытием дверей и открытием дверей. Многие из Божьих людей сегодня не живут в полноте завета веры, потому что некоторые двери в вашей жизни все еще закрыты. Некоторые двери, которые должны быть открыты в вашей жизни, все еще закрыты. Так что жизнь готовности, вы должны понять, это, во-первых, подготовленность. Вы готовитесь на будущее. Вы готовитесь к завтрашнему дню. Вы работаете над собой. Вы сосредоточены на будущем. Вы действуете. Вы не просто теплый христианин. Вы активны в Доме Божьем. Вы строите Дом Божий. Вы проповедуете Евангелие. Вы исцеляете больных. Вы очищаете прокаженных. Вы воспитываете новых лидеров для Царства Божьего. Вы ожидаете, что хорошие вещи произойдут с вами, вашей семьей, вашими детьми, вашей группой, вашей церковью, членами вашей церкви. Я верю, что многие из Божьих людей упускают так много завета веры, который может им предложить просто потому, что их жизни не характеризуются подготовленностью, действием, ожиданием, предвкушением. Так много ягодов не знают, что у них есть сила открыть дверь и открыть дверь. Вы должны это заметить, где он говорит верующему, который готов, живет готовой жизнью, чтобы открыть дверь и впустить Иисуса. есть двери, которые Господь или Его ангелы никогда не откроют для вас. Есть двери, которые останутся закрытыми на всю вашу жизнь. Если вы не откроете их, вы не откроете их, чтобы Иисус вошел через эти двери и совершил чудо для вас в вашей жизни. Семья, как возрожденные верующие, мы являемся частью живых на земле и больше не принадлежим к мертвым. Вы можете быть немного более рады этому. Иисус сделал нас живыми в Нем. Мы получили вечную жизнь, когда возродились. Мы больше не мертвы. Смерть больше не имеет власти над вами. Никогда. К сожалению, многие из нас живут, как мы, ходячие мертвецы. Живем, как будто смерть побеждает нас. Жизнь побеждает нас. Давление побеждает нас. Дьявол побеждает нас. Давайте, вы больше не часть мертвых. Вы часть живых. Он сделал вас живыми в Нем. Мы народ живого Бога, служащий живому Богу на планете Земля. Мы не служим, как в той песне. Мы не будем поклоняться идолам, мертвым богам. Давайте, вы живы, вы возрождены, вы служите живому Богу. В Матфея, глава 22, стих 32, сказано, «Я живой Бог, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Бог не является Богом мертвых, а живых. Итак, у нас новая жизнь, у нас вечная жизнь, текущая через нас, когда мы ходим, работаем и говорим здесь, на планете Земля. Вы должны напоминать себе каждый день, что вы часть живых, что у вас есть жизнь, текущая через вашу жизнь. Когда вы идете по планете Земля, жизнь исходит из вас. Когда вы говорите, жизнь исходит из вас. Когда вы работаете, жизнь исходит из вас. Наш Бог сражается за нас, наш Бог живет с нами. Это Его план, это Его цель, это Его сердце. Он не оставляет вас, Он спас вас от смерти и привел в царство жизни. Бог всегда с вами, Он ведет вас по пути жизни. Вы живы, и вы не мертвы. Вы выше, а не ниже. Тот, кто живет в вас, больше того, кто в мире. Вы глава, а не хвост. Вы сильнее, чем думаете. Во втором послании к Коринфянам, глава 3, стих 3, говорится, что вы живые письма, написанные Христом. не чернилами, а духом живого Бога, не высеченные на каменных скрижалях, а на скрижалях нежных сердец. Каждый верующий – это письмо, написанное Христом для всего мира. Вы книга. Вы книга. Ваша жизнь – это книга, письмо миру. Это написано в жизни живым Богом, вырезано в сердце, а не на мертвых камнях. Семья, мы живые письма, написанные Иисусом Христом и отправленные в мир. То, что большинство людей прочитают о Библии, это то, что они увидят в вашей жизни. Рождение свыше делает вас частью живых на планете Земля. Бог больше не видит вас мертвыми, но считает вас живыми и полными жизни. Он объявил вас живыми. Вы рождены свыше, и поэтому вы часть живых. А если вы не рождены свыше, то вы все еще часть мертвых на планете Земля и можете служить только мертвым. Я знаю, что вам сказали, что вы стали христианином в день вашего рождения свыше. Это ложь. Тем не менее, многие христиане мертвы. Они просто имеют веру, ярлык христианства. Буду предельно ясен. Если человек не рожден свыше, у него нет жизни Христа в нем. Итак, если вы не рождены свыше, вы можете сидеть в церкви сто пятьдесят лет, вы можете цитировать Библию наизусть и все равно попасть в ад навсегда и смерть навеки. Единственный способ для человека иметь жизнь Бога навсегда – это выбрать жизнь Бога на земле до того, как они умрут и родятся свыше. И когда вы рождаетесь свыше, вы переходите из царства смерти в царство жизни и вечной жизни. И когда вы не переходите через рождение свыше, через новое рождение, вы остаетесь частью царства смерти, служащей мертвым. Так что вы можете кричать, Иисус, петь быстрые и медленные песни, получить мурашки, пустить слезу, но вы все еще служите мертвым. Все, что не связано с Духом, не связано с Духом Бога, мертво в глазах Бога, абсолютно мертво. Жить значит иметь жизнь. О, пастор, но у меня есть жизнь. Да, у вас есть физическая жизнь, но у вас нет духовной жизни. Все, что не связано с Иисусом Христом и рождено от Духа Иисуса Христа, является частью царства мертвых. Жить значит иметь жизнь, быть живым, не мертвым, существовать, быть активным в реальном существовании или использовании, активной или процветающей, энергичной и сильной, горящей или светящейся, как уголь, относящийся к подходящей для использования или достаточной для существования. Если вы не рождены свыше, вы мертвы. И если вы рождены свыше под моим голосом этим утром, то мне нужно, чтобы вы сказали человеку рядом с вами. Я жив. У меня есть жизнь. Я активен. Я процветаю. И я силен. Я живу. Теперь попробуем снова. Скажите человеку, скажите другому, другому я жив. Просто сделайте это, если вы рождены. Если рождены свыше, не говорите, если не рождены свыше, потому что тогда вы лжете. Хорошо? Скажите это, когда рождены свыше. Скажите это со мной. Я жив. У меня есть жизнь. Я активен. Я процветаю. И я очень силен. Каждое утро, когда просыпаетесь, неважно, как чувствуете, скажите, я жив. Я активен. У меня есть жизнь. Я процветаю. И я силен. Скажем снова, я жив. У меня есть жизнь. Я активен. Я процветаю. И я силен. Быть рожденным свыше семья значит, что вы существуете или используемы Богом. Вот почему Библия говорит, что рожденный свыше человек особенный. Рожденный свыше нет ничего подобного новому человеку. Бог создал все творения, а затем создал нового человека в новом творении. Хотя вы часть этого творения, вы не для этого творения, вы для следующего творения. Вы были обновлены. у вас та же старая палатка. Но вы не тот же внутри. Вы действительно существуете и используемы Богом. Бог сделал вас новыми, дал вам новую жизнь, вывел вас из мертвых в существование. И теперь вы подходите для хорошей работы, как он запланировал, или работы, как он запланировал для вас до основания мира. просто подумайте об этом. До того, как вы родились свыше, Бог не видел вас существующим. Но теперь, когда вы родились свыше, Бог говорит, эй, он жив, он существует, он пригоден для использования, готов к использованию. Во втором Тимофею, глава 3, стих 16, говорится следующее. Все Писание дано по вдохновению Бога. И оно полезно для учения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Позвольте мне остановиться здесь, потому что для религиозных людей, которые застряли в религии и не хотят слушать, что они все еще часть царства мертвых, пока сидят в церкви. Вы можете быть среди живых, но все еще быть частью мертвых. И здесь он пишет, Павел пишет и говорит, все Писание дано по вдохновению Бога. и оно дано для чего? Чтобы ободрить вас. Он сказал что-нибудь об ободрении? С чего он начал? Давайте, работайте со мной. Для? Он дал это. Для наставления. Полезно для учения, для обличения и для исправления. Знаете ли вы, что религия испортила ваше учение? Потому что большинство религий вдохновлены сатаной. И сатана взял мужчин и женщин, которые не рождены свыше, чтобы привнести свои философии, свои пути. Вот почему Библия говорит вам точно, что полезно, что правильное учение, затем для обличения и затем для исправления. почему вам это нужно? Для, чтобы завершить вас. Вам нужно Слово Божье, чтобы научить вас, кто вы есть, чтобы вывести вас из обмана, чтобы помочь вам от ложных учений. Оставайтесь, я вас веду. До Иисуса, до вашего возрождения у вас было ложное учение. Примиритесь с этим, вас обманули. Библия говорит, кто может понять ум Духа, если вы не рождены от Духа. Так что, если вы не рождены от Духа, вы не можете понять ничего о Боге, духовном Боге Иисусе Христе. Вы пытаетесь понять это умом. У вас нет связи. Вы кричите из царства мертвых, как должно быть царство жизни. Так что, примиритесь с этим. Войдя в церковь, у вас ложное учение. Когда входите в церковь, вам нужно обличение. Когда входите в церковь, вам нужна коррекция. Войдите в церковь, вам нужно наставление в праведности Божьей. Когда вы правы с Богом. О, потому что бабушка была христианкой. Простите, 10 к 1 бабушка не была права с Богом. Вы правы с Богом, когда каетесь в грехах, когда креститесь и наполняетесь Духом Святым. Не просто посещая церковь. Вам нужно родиться свыше. Сказано, что человек Божий может быть совершен, полностью оснащен для добрых дел. Семья мы часть живых людей. Иисус вывел нас из царства смерти к жизни тем, что Он сделал на кресте две тысячи лет назад. Его смерть, погребение и воскресение открыли путь нам перейти из царства смерти в царство жизни. Вот почему вы должны понять возрожденный верующий вам нужно сосредоточиться, что вы живы, что у вас есть жизнь, что вы сильны, что вы активны. Так живите, как будто вы живы. Сосредоточьтесь на верьте в нового себя, новую жизнь, которую вы получили в Иисусе и живите в ожидании, что у Бога есть великие планы и великие вещи для вас, что обещания завета веры доступны для вас, чтобы проявить их в своей жизни. Вы должны жить так, как будто летите на дальнем рейсе в эконом-классе, и вы приходите в аэропорт с ожиданием, что при регистрации дама застойкой скажет «Сэр, у меня хорошие новости». Мы просто переведем вас в бизнес-класс. Сколько из нас живут на самом деле, осознавая, что мы часть живых, что мы больше не мертвы, что мы должны сосредоточиться на хороших вещах, которые Бог приготовил для нас, на хороших вещах, которые Бог запланировал для нас, ожидая, что эти вещи проявятся в нашей жизни. Быть готовым значит полностью подготовленным в состоянии для немедленного действия или использования. Проблема, с которой мы сталкиваемся, в том, что мы приходим из царства смерти, пахнем как царство смерти, ведем себя как царство смерти, говорим как царство смерти, ожидаем как царство смерти, но мы в царстве жизни. И это Ахиллесова пята, потому что мы пытаемся быть живыми, не нужно пытаться быть живыми, вы живы. Вы не пытаетесь жить физической жизнью, вы живете физической жизнью. Он сделал вас жив, он дал вам свою жизнь, свою силу, свою энергию, свой дух. Вы есть сильные, вы активны, вы быстро реагируете, вы делаете дела. Быть готовым значит готовым. Полностью готовым. Вот почему у меня было только два аминя. Полностью подготовленным и готовым. В хорошем состоянии. Для немедленного использования. Это значит оснащен, завершенный, отрегулированный, организованный для особого случая или цели. Это значит готовый. Это значит быстрый в восприятии и понимании. Понимании, говорении и письме. Готовый значит быстрый в действии, быстрый в выполнении, быстрый в проявлении, немедленно доступный для использования. Я сказал вам, Ахиллесова, пята большинства возрожденных верующих на планете Земля, я верю, это то, что они не осознают, что они живы, что они не сосредоточены на новой жизни, новом человеке, целях, обещаниях, вещах, которые Бог приготовил для их будущего. Мы приходим в церковь истощенными, физически уставшими, и надеемся, что Дух Божий наполнит нас, чтобы мы почувствовали себя лучше. Давай, пойди скажи своему соседу, надеюсь, он не говорит о тебе или о тебе. Прекрасно приходить в церковь и позволять Богу наполнять вас, и когда у вас спад, Бог может поднять вас. Но лучше смотреть в зеркало, как возрожденный верующий, и сказать, у меня есть жизнь, я активен, у меня есть сила, я силен, Бог со мной, я благословение, я избран. Давай, служитель ушел, каждое воскресенье пытается поднять вас и вдохнуть в вас жизнь. Давай, что-то не так, давай, что-то не так, что-то не так, когда пастор должен звонить вам и спрашивать, когда вы в последний раз были в церкви, придете ли вы в церковь в следующее воскресенье. Мы должны сосредоточиться на новой жизни, мы должны сосредоточиться на новом человеке, мы должны сосредоточиться на духовных вещах. Вот почему Библия говорит, не смотрите на земные вещи, но смотрите на небесные, смотрите на происходящее. Ваше будущее не физическое, ваше будущее духовное, ваше будущее неземное, ваше будущее небесное. Иисус сделал нового человека во Христе готовым, и это еще одна проблема. Это вторая часть проблемы, которая у нас есть, в том, что мы не верим, что мы готовы, полностью готовы, так что мы не действуем, потому что хотим стать готовыми. Да, да, вот почему некоторые из вас не в руководстве, потому что не чувствуете себя готовыми. Вот почему вы не даете, потому что не чувствуете себя готовыми давать. Вот почему вы не служите, потому что не чувствуете себя готовыми служить. Вот почему вы не обращаетесь к соседям, потому что не чувствуете себя готовыми. И обе эти вещи, обе не понимая, что вы живы, не живя как активные, не живя из позиции жизни и не осознавая этого. Быть готовыми, верьте, что готовы удержат вас от действий. И когда это удерживает вас от действий, это удерживает вас от обязательств завета веры на вашей стороне. Стороне. Так что теперь вы вините церковь, вините пасторов, вините всех, кроме себя, потому что теперь вы не живете в действии. Вы не живете в готовности. Вы ждете, что Иисус и Его ангелы подготовят вас. Вы ждете, чтобы закончить библейскую школу через 10 лет. Я не говорю, что не нужно идти в библейскую школу. Идите в библейскую школу. Но не думайте, что библейская школа подготовит вас. Она может сделать вас религиозными. К сожалению, большинство возрожденных верующих не верят, что они готовы. Они идут по жизни, желая стать готовыми. И упускают столько всего, что Бог может сделать в них и через них на этой планете. Иисус создал нового человека, нового духовного человека, полностью готовым. Нет ничего, что нужно добавить к новому вам. Ничего. Когда вы изучаете Библию, она откроет вам нового вас. Не добавит ничего к вам. Он сделал вас полностью готовыми. Вот почему Библия говорит нам, Христос в нас надежда славы. Колоссянам 1, 27 в расширенном переводе говорит, живущий в вас – это Христос. Иисус не будет жить в неосвященном, испорченном сосуде. Он не остается в грязи. Если у вас нет духовного человека, где он может обитать, он не будет обитать в вас. Вы можете обитать в его церкви, но он не будет обитать в вас. Глубина зовет глубину, святое зовет святое. Так что он должен создать вашего духовного человека заново и затем наполнить вашего духовного человека собой, чтобы он мог жить в вас и через вас. Вот почему он говорит здесь, живущий с вами – это Христос, который наполняет вас ожиданием славы. «Эта тайна Христа, внедренная в нас, становится небесным сокровищем надежды, наполненным богатствами славы Его народа. И Бог хочет, чтобы все это знали. Христос в вас – надежда славы. Христос в вас, когда чувствуете невозможное. Христос в вас, когда чувствуете истощение. Христос в вас, когда чувствуете давление. Христос в вас, когда чувствуете себя подавленным. Христос в вас, когда чувствуете, что не можете. Христос в вас, когда не понимаете. Христос в вас, когда не хотите служить. Христос в вас, когда не хотите давать. Он сказал, я не оставлю вас сиротами. Вы думаете, вот я, Христос, не готов? Вы думаете, что Отец должен добавить к Христу? Так почему вы думаете, что Отец должен добавить что-то к вам? Как Он есть, так и вы в этом мире. В этом мире. Так где-то мы идем и верим в ложь дьявола. Дьявола, заставляя нас верить, что мы не готовы, заставляя нас верить, что должны усердно учиться в школе, чтобы быть готовыми, заставляя нас верить, что нужно сидеть в церкви, чтобы понять, чтобы быть готовыми. И так много людей застревают там. Они верят в эту ложь. Эта ложь приносит утешение. Эта ложь удерживает их от действий. И без действий обещания завета веры не проявляются в вашей жизни. В вашей жизни. Некоторые проявятся, но большинство нет. Без правильной веры и действий есть двери, которые вам не открыть. Будут двери, которые вы не сможете открыть для Иисуса и сделать то, что Ему нужно. Дьявол всегда лжет. И если он заставит вас верить неправильно, если он заставит вас не действовать как следует, то он знает, что может остановить многие обещания от проявления в вашей жизни. И вы проживете жизнь, не войдя в полноту завета веры, который доступен вам. Вот почему у вас много недовольных, возрожденных духовных христиан. Они возвращаются к своим прежним путям жизни, как дьявол. Они сидят в церкви. Они используют благодать Божью напрасно. Да, вам дана благодать, чтобы давать. И не используйте эту благодать. И когда вы используете благодать Божью напрасно, вы не достигаете того, что требует Бог. И когда вы не достигаете, корни горечи в вашей плоти и в вашем разуме прорастают. Тогда рано или поздно вы смотрите налево, направо. Другие люди благословлены. Другие люди ходят в проявлении обещаний. И тогда эта горечь говорит вам, что вас заставляет говорить, что заставляет вас клеветать, что заставляет вас отдаляться, что заставляет уйти из церкви. И проблема в том, вам дана благодать быть даятелем, быть слугой, быть строителем церкви. Но вы смирились с этим в своем неверии и своем комфорте, не предпринимая действий. Скажите соседу, это жестко, но это правильно. И тогда вы идете от парения с орлами до кудахтанью с индюками. Меня обидели в церкви, потерял это. Церковь Сиарси, они ограбили меня. Им нужны мои деньги. Если много, почему не даете? Проблема в том, что у вас немного, поэтому не даете. Мы смеемся над этим, но это одна из ключевых вещей, которые выводят людей из Дома Божьего, из церкви, из их судеб и обратно в лагерь сатаны. Аминь. Так что будьте осторожны. Божья благодать не напрасна. Хорошо, это кому-то помогает. Я спрашиваю, готов ли Христос или нет. Отец имеет ничего не добавлять к существованию. Он есть полный, в полной мере и совершенстве Бога во всех аспектах. Он миллиард раз, триллион раз готов. И Он живет в вас. Эта готовность в вас живет. Более того, у вас есть ДНК Духа, которая готова. Быть готовым, значит, полностью подготовлен в состоянии для немедленных действий или использования. Это как вы, пастор. Я просто помолюсь. Мне нужно. Это требует больше молитвы. Теперь замолчи. Будь послушным. Двигайся. Молитва не нужна. Некоторые из вас прячутся за молитвой, что ничего не делаете. Делайте и молитесь по ходу. Это лучше. Делайте и молитесь по ходу. Некоторые молятся так много, что ничего не делается. Это факт. С вашей молитвой мир должен был измениться. Весь мир должен был измениться. Если я пойду в методистские церкви, вы найдете людей 80 лет и старше, и все, что они делают, это молятся. И ничего не происходит. С их молитвами эти церкви должны быть полны. До краев сообщества должны быть спасены. Я не умоляю значение молитвы. Иисус не сказал, иди и молись. Он не сказал, иди и молись. Он сказал, когда молитесь. Он сказал, иди и проповедуй. Иди и делай. Иди и учи. Это как две руки. Одна не может без другой. Но иногда я использую правую руку больше, чем левую. Но я использую обе руки. Вы полностью готовы для немедленного действия. Просто подумайте об этом очень внимательно. Ты возрождаешься сегодня. Ты крестишься сегодня вечером в воде и Святом Духе. Или, может быть, завтра. Так и должно быть. Я каюсь, возрождаюсь, крещусь, наполнен Святым Духом. Все. Не нужно молиться, чтобы креститься. Слово Божье говорит, покайся, крестись. Так что, если я каюсь, Дух Христа войдет в меня. Этот Дух скажет, крестись немедленно. Я был главным грешником. Никто не говорил мне о крещении. Когда я спасся первой ночью на следующее утро, Дух Божий сказал мне, крестись. Я не знал, что это такое. Я действительно не знал. Мне пришлось звонить, что это за крещение. Бог говорит, что мне нужно креститься. Хочешь сказать, что Он не скажет это тебе? Нет. Ты полон религии. Ты полон себя и своей самоправедности, гордости. И я сомневаюсь, что у тебя есть Дух Божий. Когда ты каешься, этот Дух скажет то, что говорит Библия. Хорошо, но просто я не хочу, чтобы ты туда шел, но это было для кого-то там. Просто подумай об этом внимательно. Вот Иисус. Он коснулся тебя. Ты возрождаешься. Ты наполняешься Святым Духом. Ты крестишься. И сразу же, мгновенно, Он посылает тебя в мир, чтобы делать учеников немедленно. Ты думаешь, я не пошлю тебя? Я бы сказал, подождем. Но что делает Господь? Немедленно, 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 немедленно посылает тебя. Иди, измени мир. Почему? Потому что Он все понимает, что сделал тебя готовым. В тот момент, Его кровь поглощает твой мертвый Дух и воскрешает нового человека в тебе. В тот момент, Он знал, ты готов. Все сделано. И Он посылает тебя. Как Он может это сделать? Это очень рискованно. Ты не согласен? И как Он может не сделать это, если Он в тебе? Он сделал тебя готовым. Скажи соседу слева, я готов. Иисус сделал меня готовым. Спроси у того, кто справа, ты готов. Потому что Иисус хочет сделать тебя готовым. Иисус. Так много возрожденных христиан тратят свою жизнь на земле, пытаясь стать готовыми, работая, чтобы стать готовыми, не зная или не веря, что они уже полностью готовы. Быть готовым, значит быть оснащенным, завершенным, отрегулированным, устроенным для случая или цели. В 1 Коринфянам, глава 1, стих 4, говорится, я всегда благодарю Бога за вас за благодать, данную вам, через Христа Иисуса, что вы обогатились всем через Него. Скажите это со мной. Всем. Вы знаете, все вместе. Я задержу вас на час, если вы не будете работать. Всем. В последний раз, когда я проверял, все значит все. Вы видите, иногда мы читаем Писание и упускаем самые очевидные вещи. Что Он говорит? Он говорит, благодать Божия дана вам. Вы обогатились всем через Него во всяком слове и всяком знании. Как свидетельство Христа утвердилось в вас, чтобы вы не имели недостатка ни в каком даре. С нетерпением ожидая откровения Господа нашего Иисуса Христа, который также утвердит вас до конца, чтобы вы были непорочны в день Господа нашего Иисуса Христа. Так вы обогатились всем. Вам ничего не нужно. Вам не нужна девушка. Вам не нужен парень. Вам ничего не нужно. Вы обогатились всем. Вы не имеете недостатка ни в каком даре. О да, это молитва на языках. Знаете, у некоторых есть дар, а у некоторых нет. Некоторые открыли свой дар. Некоторые... Еще не открыли свой дар. И затем вы идете в синагогу, религии, где пасторы не открывали дары годами. И им нужно попытаться объяснить, почему их недостаток веры в этой области не открывает их дар. И они должны вас утешить. Он говорит, что Иисус утвердит вас до конца. Это значит, что Он не оставит вас, не покинет. Мы убедимся, что вы обогатились всем, что вы это поняли. Убедитесь, что дары Божьи будут действовать в вас, и Он утвердит вас всех тогда. Мой мальчик, моя девочка, продолжайте. Мой мальчик, моя девочка, замечательно. Я люблю вас. Не волнуйтесь о том, что они говорят. Продолжайте строить. Быть готовым, значит быть желающим. Скажите это со мной. Я готов. Я готов дать. Все вы. Я готов дать. Мои десятины и мои пожертвования верно. Я готов дать. Пожертвования веры. Аминь. Когда вы готовы, вы желаете. Семья, если вы готовы быть готовы, тогда вы должны также быть готовыми желать. И если вы не желаете, это значит, что вы чувствуете, что не готовы. И если вы чувствуете, что не готовы, Тогда вы не знаете или не верите, кем Иисус сделал вас быть. Так что проблема не в том, что вы не хотите дать. Проблема в том, живете в неверии, в этой области. Если Он сделал вас готовыми, Он сделал вас желающими. Если вы не желаете, вы чувствуете неготовы. Если чувствуете неготовы, вы не знаете, кем Он вас сделал. Быть готовым значит быстро воспринимать. Когда пастор проповедует истину, вам не нужно три фразы, чтобы сказать «Аминь». Когда истина здесь, вы говорите «Аминь». Ваш дух активен, ваш дух жив для истины. Могу сделать иллюстрацию? Стивен, подойди сюда быстро. Я обещаю вам, что если Стивен стоит здесь, и я его ударю, и он, посмотрите, что сделал. Я даже не сильно ударил, вы видели? Когда ваш дух активен и жив, и слово приходит, истина приходит к вашему духу. Если я ударю его словом, обещаю, он пойдет. Так почему вы сидите каждое воскресенье, и Дух Божий проповедует вам Слово, и оно попадает в ваш дух, и вы не можете сказать «Аминь», «Аминь», «Аминь». Почему не можете сказать «Аминь»? Да, пастор, я верю в это. Видите, это готовность, это реагировать, воспринимать. Спасибо, Стивен, я не пойду дальше. Он говорит, что вы быстро воспринимаете, понимаете, говорите и пишите. Посмотрите, что он сказал там. Вы обогащаете все в каждом слове. Что такое каждое слово, скажите? Говорение и письмо. Письмо. Поэтому Иисус сказал, не беспокойтесь о том, что говорить, потому что Дух Божий будет говорить через вас. Во всех словах, во всех знаниях. Когда вы читаете Библию, вы не читаете, чтобы стать. Вы читаете, чтобы узнать, кем вы были созданы. Вам нужно понять нового человека, как вы действуете, как вы должны функционировать. Это подтверждается, когда вы читаете. Когда вы читаете Слово, ваш новый духовный человек подтверждает Слово. И когда духовный человек подтверждает Слово, и они соглашаются, вы чувствуете это. Да, тогда ваш разум начинает трансформироваться. Вот почему у некоторых из вас разум не трансформируется. Потому что вы не позволяете Слову достичь вашего духа. Вы здесь не для того, чтобы слушать, а чтобы отвечать. Спорить. Дискутировать свое мнение. Лучше сидите здесь, как ребенок. Вы ничего не знаете. Если кто-то из вас знал больше, чем некоторые из этих мужчин и женщин Божьих, вы бы были в их офисах. У вас был бы микрофон в руках. Но у вас его нет. Есть веская причина. На всех других кампусах. Аминь. Так что лучше приходите и говорите. Я хочу измениться. Я хочу изменить свой разум, потому что он мешает мне быть настоящим. Мной. Мой разум мешает мне проявлять обещания завета веры, потому что он заставляет меня не реагировать, не верить. Не быть активным. И позвольте мне сказать вам, церковь не причиняет вам вреда. Ладно, забудьте об этой вашей опоре. На самом деле вы должны были быть сломлены. Это потому, что вы слишком полны себя. Вы должны быть мертвы. Мертвые не беспокоятся о вещах. Мертвые есть мертвые. Вы должны быть сокрушены, чтобы он мог сформировать вас. Так что прекратите этот бред. Большинство из вас, кто так спорит, вы мятежники. Вы полны самодовольства. Вы самоправедны и высокомерны. Прекратите это. Приходите в Дом Божий. Потому что через Слово и проповедь, и Дух, и все, что происходит здесь, Господь смывает все из вашего разума. Он приносит вам ясность. Он показывает вам будущее. Он создает в вас веру. Он показывает вам, как действовать, как не действовать. Он помогает вам. Знаете, иногда вы хотите стать, а Он говорит, нет, 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 вы уже это. Давайте, давайте, давайте. Вперед, вперед. Верьте в действие, открывает двери и распахивает двери, чтобы Иисус мог войти. Хотите, чтобы Иисус вошел в ваш брак? Тогда нужно верить и действовать, чтобы открыть определенные двери в этом аспекте и впустить мастера. Мастер не вор. Библия говорит, что вор приходит через окно, мастер приходит через дверь. Вор сломает окно. Мастер постучит и спросит, можно ли войти внутрь? Некоторые из вас никогда не исцелятся, потому что не открывают дверь для исцеления. Чтобы мастер мог исцелить. Хорошо, мне нужно завершить. Быть готовым, значит, быстро действовать. И это жизнь веры, к которой нас призвал Иисус. Вы слышите Слово и быстро действуете по Слову. Жизнь веры, которая открывает для нас множество дверей, как детям Божьим. Это жизнь действий. Жизнь веры в Слово. Что открывает двери обещаний жизни веры, так это правильное верование, фокус и быстрое действие. Правильное верование, фокус и быстрое действие. Быстрое действие, по Слову Божьему, это жизнь. И это проявит завершенную работу Бога в вашей жизни и через вашу жизнь. К сожалению, многие возрожденные верующие живут, откладывая дела, отложенное послушание, что есть послушание и никаких действий. Ожидая, что Бог сделает это, ангелы помогут, ожидая быть готовыми однажды. И они никогда не получают проявления заветных обещаний веры в своей жизни. Семья, вы живы в Иисусе. Вы часть живых на планете Земля. Вы были созданы и полностью подготовлены Иисусом для всего, к чему Он вас призвал на земле. Начните жить готовой жизнью. Тогда вы испытаете обещания завета веры, работающие в вашей жизни и через вашу жизнь, как никогда раньше. Перестаньте сосредотачиваться на становлении и начните жить готовыми каждый день. Скажите это со мной перед тем, как я уйду. Я немедленно готов к использованию. Каждый из вас, я немедленно готов к использованию. Я полностью готов к этому. Я жив во Христе, и Христос живет во мне всегда. Давайте скажем это снова. Я немедленно готов к использованию. И доступен. Я полностью готов. Я жив во Христе, и Христос живет во мне. Аплодируйте Господу, если вы приняли слово. Закроем глаза перед уходом. Может, вы здесь и не знаете Иисуса Христа, как Господа и Спасителя. Вы можете быть в другом месте или смотреть онлайн. Но перед уходом, знаете, серебра и золота у нас нет. Но что у нас есть? Это Иисус. Надежда на Иисуса. Может быть, вы здесь сегодня и не уверены, что с вами будет, когда вы умрете. Я хочу, чтобы вы знали, что есть небо, чтобы обрести, и ад, чтобы закрыть. На земле Бог ставит перед людьми жизнь и смерть. И Бог призывает человечество выбрать жизнь. Потому что Он сделал путь для нас к вечной жизни, к настоящей жизни, Его жизни. Может быть, вы здесь сегодня и говорите, я знаю, что жив, но у меня нет Божьей жизни в моей жизни. Видите ли, это то, что наш Отец на небесах хочет дать вам. И только Иисус Христос может дать это нам. Я хочу вдохновить вас этим утром перед уходом. Принять вечную жизнь. Принять Иисуса. Исправить отношения с Богом. Попросить Бога обновить вас. Чтобы вы могли стать частью царства живых. Живых. И оставить яму смерти. Если это о вас, и вы находитесь в этом зале, в любом другом зале, или смотрите онлайн и говорите Тхаба, сегодня Бог говорит мне, что мне нужно исправить. Позвольте мне помолиться за вас. Тихо, без стеснения, пока глаза закрыты и головы склонены. Вам нужно, чтобы я включил вас в молитву. Я хочу, чтобы вы подняли руку. Быстро. Вы можете просто поднять ее быстро и опустить. Позвольте мне помолиться за вас. Не уходите сегодня, не исправив отношения с Богом. Спасибо, я вижу вашу руку. Если вы подняли руку, можете опустить ее. Там, в Саубриджуэрте, Саутфилде, Севиноаксе. Дарем. Эй, вы там не одиноки. Слушайте мой голос. Исправьте отношения с Богом. Возвращайтесь домой. Выберите Иисуса. Вы еще не подняли руку, но знаете, что должны. Поднимите ее. Скажите, вот я. Может быть, вы христианин, который отошел от Бога. Вы потеряли путь, но хотите вернуться сегодня. Давайте помолимся с вами. Это безопасное место для принятия хорошего решения. Это решение изменит вашу жизнь навсегда. Отец ждет вас с распростертыми объятиями. С распростертыми объятиями. Он любит вас. Так что, Отец, благодарю тебя за каждого, кто говорит «да» в своем сердце. Все, кто поднял свои руки, пусть придет твое царство Господь, и пусть твоя воля исполнится в их жизни. Во имя Иисуса. И все люди Божьи говорят «Аминь». Если вы приняли слово со мной, встаньте и похлопайте Иисусу. О, давайте, вы можете лучше. И когда мы аплодируем, я хочу попросить вас. Вы подняли руку. Вы не подняли руку, но вы знаете, что вам нужно быть включенным в эту молитву. В этом зале, в любом из наших кампусов и церквей, я хочу, чтобы вы сделали мне большое, большое одолжение. Оставьте свое место и спуститесь к алтарю в каждом зале. Если вы сидите в задней части этого зала, пройдите к последнему ряду. Если вы здесь впереди, спуститесь к передней части. Я хочу помолиться с вами. Может быть, попросите человека рядом с вами пойти с вами. Они с радостью пойдут с вами, но не оставайтесь на своем месте. Давайте, быстрое действие, быстрое действие. Встаньте со своего места, встаньте со своего места. Идите, идите, идите к Иисусу. Давайте. Он любит вас. У него есть план и цель для вашей жизни. Он сделает вас новыми. Не оставайтесь на своем месте. Давайте, помолимся с вами этим утром. В каждом кампусе, в каждом кампусе, в каждой церкви бегите к передней части. Давайте. Мы хотим поддержать вас этим утром. Если вы смотрите онлайн, не покидайте нас прямо сейчас. Мы проведем вас в молитве через мгновение, когда люди будут спускаться к алтарям. Давайте, спросите своего соседа, могу ли я пойти с вами? Могу ли я пойти с вами? Могу ли я пойти с вами? И идите с ними. Давайте. Поможем им принять жизнь этим утром во имя Иисуса. Идите к Иисусу. Идите, 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 идите. Идите, идите, идите. Идите, идите, идите. Аминь. Давайте, если вы все еще стоите и знаете, что вам нужно быть в этой молитве, слушайте меня. Дьявол действует в страхе. Иисус действует в вере всегда. Вот почему, что такое вера. Вера – это то, во что я верю и действую. Вот почему мы зовем вас, не чтобы выделить вас. Аминь. Все небо кричит ваше имя. Если вам нужно быть в этой молитве, и вы стоите в собрании, я хочу, чтобы вы быстро выбежали из своего места. Стряхните оковы с ног. И приходите. Аминь. Все вы прекрасные люди. Я хочу, чтобы вы все посмотрели вверх, пожалуйста, в каждом месте. Вы действительно особенные. Я знаю, это неловко. Но, эй, вы будете обновлены через мгновение. Аминь. Бог придет и поселится в вашей жизни. Он сделает вас совершенно новыми людьми. Он наполнит вас, поможет вам и будет с вами до конца вашей жизни. Для нас большая честь молиться с вами. Знаете что? Все, что мы делаем здесь ради этого момента. Потому что мы не служим Богу ради чудес. Потому что каждый раз, когда мы вместе, мы переживаем величайшее чудо. Никогда не забывайте это, люди. Нет чуда больше этого на свете, чем люди, что с Иисусом вместе. Люди возвращаются домой. Аминь. Для меня большая честь молиться с вами. Я взволнован. Мы вас любим. Я хочу, чтобы вы знали, что Иисус любит вас больше. Положите руку на сердце. Если вы все еще стоите где-то в собрании, и вам нужна эта молитва, вы можете молиться вслух вместе со мной. Давайте помолимся. Скажите, Небесный Отец, спасибо за сегодняшний день, что ты говорил к моему сердцу. Я услышал твой голос. Пожалуйста, прости все мои грехи. Я хочу покаяться сегодня. Я знаю, что я грешник и нуждаюсь в твоей благодати. Спасибо за Иисуса. Я верю всем сердцем, что Он спаситель мира. И сегодня я спасен Иисусом. Я принимаю твою благодать, твою любовь ко мне, прощение и принятие. Спасибо, что теперь я часть семьи Божьей навеки. Отец, прошу тебя наполнить Святым Духом, посадить в твою церковь меня и использовать жизнь мою для твоей славы. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если вы помолились этой молитвой с нами и стоите перед собранием, я хочу, чтобы вы быстро посмотрели налево и направо. Вы увидите людей, которые машут вам. Сделайте мне одолжение, просто следуйте за ними на короткое время из аудитории, где мы хотим подарить вам подарок и Библию, а затем мы вернем вас обратно. Так что, если вы можете, просто повернитесь к ним и следуйте за ними из аудитории. И если вы молились онлайн, очень важно, чтобы вы связались с нами. Пожалуйста, зайдите на нашу платформу для стриминга, оставьте свои данные, чтобы мы могли связаться с вами. Мы хотим предоставить вам правильные материалы, мы хотим дать вам Библию и соединить вас с Домом Божьим. Спасибо большое, семья, всем вам, кто был с нами этим утром в каждой церкви, на каждом кампусе. Помните, что сегодня вечером в пять часов у нас будет вечернее служение, а в следующее воскресенье мы все соберемся вместе, как семья, чтобы поклоняться Иисусу в то же время, в том же месте. Желаем вам замечательной недели, мы вас любим, Бог благословит вас и до свидания.